Заседание ученого совета Казанского университета. Итоги конкурса «Женщина года». Казанский университет в списке победителей. Я не мыслила себя в этой стезе и начиналось все на самом деле с кафедры микробиологии. Первые теплые дни на территории Российской Федерации. Как долго продолжится хорошая погода? Конец февраля, а погода у нас уже мартовская. Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Алина Красильникова. Подведены итоги Всероссийского конкурса «Инженер года-2021» и конкурса молодых ученых и специалистов «Надежда России». В категории «Профессиональные инженеры» жюри отметили сразу несколько сотрудников Казанского федерального университета. Лауреатами конкурса стали директор Центра цифровых трансформаций Дмитрий Чекрин, а также сотрудники Петр Кокунин и Антон Егорчев. В зале попечительского совета Казанского федерального университета прошло заседание ученого совета под председательством временно исполняющего обязанности ректора КФУ Дмитрия Таюрского. Какие вопросы обсуждались на встрече, смотрите далее. По традиции заседание ученого совета КФУ открыл гимн Казанского федерального университета и награждение отличившихся сотрудников ВУЗа правительственными и ведомственными наградами России и Татарстана. В числе прочих вопросов был утвержден порядок летней приемной кампании. Основные этапы приема – это прием документов, начинается 20 июня. Поступающие предоставляют оригинал документов об образовании до 15 августа и приказ о зачислении выходит 17 августа. Прием по всем направлениям проводится на общедоступной основе, то есть ведется конкурс аттестатов. Отдельно было рассмотрено ходатайство Министерства культуры Республики Татарстан об увековечении первой татарской типографии в Российской империи, предположительно располагавшейся в нынешнем главном здании Казанского университета. Поступило обращение по установке мемориальной доски на стене восточного крыла главного здания Кремлевской 18 с объяснением первоначального расположения в нем типографии на стене здания, с объяснением 23-летнего нахождения в нем типографии. После тщательного изучения этого обращения, академическая комиссия рассмотрела этот вопрос эскизного проекта памятного знака нет, предложений по финансированию также нет, и по расположению самой типографии необходимо, на наш взгляд, провести еще дополнительные исследования, также решить ряд спорных вопросов, например, даже по размещению этой доски. Также поднимались вопросы, касающиеся выдачи дипломов доктора и кандидата наук, и включение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ в состав авторского коллектива на соискание государственной премии Республики Татарстан 2022 года в области науки и техники. Ариадна Кугушева, Александр Кузнецов, Фарид Захитаглы, Универньюс. Казанский федеральный университет посетил капитан первого ранга, командир атомной подводной лодки «Казань» Александр Бикетов. Гостя сопровождал проректор по общим вопросам Ришат Гузееров. В рамках программы пребывания состоялась традиционная экскурсия по музею истории Казанского университета и ленинской аудитории. Отметим, что между экипажем боевого корабля и столицей Татарстана заключено соглашение о сотрудничестве и шефских связях. В Республике Татарстан дан старт ежегодному республиканскому конкурсу «Женщина года, мужчина года, женский взгляд». Конкурс проводится по нескольким номинациям. В одной из них женщина-ученый принимает участие директора исследовательского центра омиксных технологий Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета Татьяна Григорьева. Все подробности смотрите далее. В Республике Татарстан дан старт ежегодного республиканского конкурса «Женщина года». В одной из них женщина-ученый принимает участие директора исследовательского центра омиксной технологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета Татьяна Григорьева. Она рассказала нашему корреспонденту о своей работе. Я не мыслила себя в этой стезе и начиналось все на самом деле с кафедры микробиологии, вообще с биофака, с биологопочинного факультета. Вообще хотелось что-то исследовать, что-то раскапывать и приносить пользу людям, то есть какие-то открытия делать и изобретения. И самое главное, чтобы об этом узнавали и пользовались большие массы людей. Микробиология привлекала и особенно привлекала возможность может быть заниматься космической микробиологией, чем-то таким малоизведанным. В Казанском университете Татьяна Григорьева работает еще со студенчеством уже 17 лет. А в Центре омиксных технологий с начала создания центра 2013 года. Что поменялось за это время, пока вы работаете? С 2013 года университет вошел в программы ТОП-100. У нас были федеральные деньги, целевые программы. Мы приобрели современное высокопроизводительное оборудование, которое позволяет оценивать биологические молекулы, ДНК, РНК, белки и различные продукты жизнедеятельности живых организмов. И вот с тех пор мы занялись омиксными технологиями. Татьяна Владимировна, расскажите, пожалуйста, чем ваша команда занимается в настоящее время? В настоящее время мы взяли акцент на исследовании микробиота человека как на поверхности, то есть кожаной микрофлоры, так и внутри различных органов. У нас есть ощущение, что с микробиотом связано и мужское бесплодие, и проблемы женской половой сферы, и проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. Научно-исследовательская лаборатория «Омиксные технологии» начала свою работу в 2013 году. Тогда в составе было всего 9 человек. Они были подобраны по методу междисциплинарности, потребовались компетенции генетиков, микробиологов, а также биохимиков. Помимо этого Татьяна Григорьева находит время и на личную жизнь. Она воспитывает прекрасную дочь, а самое главное, по словам Татьяны, это поддержка со стороны семьи. Семья во всем поддерживает и при необходимости сопровождает меня во всяких стажировках, на конференциях. Но, конечно, благодаря мужу в основном, что он позволяет мне заниматься наукой и во всем поддерживает и сопровождает. В КФУ вручили дипломы победителям стипендиальной программы «Хуавей». В этом году победителями программы стали 9 студентов Казанского федерального университета. В церемонии награждения студентов принял участие временно исполняющий обязанности ректора КФУ Дмитрий Таюрский. Представители компании «Хуавей» планируют проводить регулярные ежемесячные встречи с каждым стипендиатом для поддержки и отслеживания прогрессов студентов-победителей. В Казанском федеральном университете стартовала Международная зимняя школа по психологии и состоянии. Зимняя школа по психологии и состоянии ориентирована на студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых. Солнце, тепло и легкие куртки. Как долго на территории Татарстана продержится весенняя погода? Поменяется ли ситуация в ближайшее время? Разберемся с экспертами Казанского федерального университета. На дворе погода совершенно несвойственная концу февраля. Нулевая температура, практически стопроцентная ясность и отсутствие ветра. Именно такой картиной удивил россиян конец февраля. Конец февраля, а погода у нас уже мартовская. Потому что сейчас среднесуточная температура должна быть порядка минус 8 градусов. А она у нас в действительности градусов минус 2, минус 3. И поэтому вся декада до 6 марта она будет аномально теплой. Примерно градусы на 4-5 выше климатической нормы. Ноль градусов по Цельсию это на 8 градусов выше среднемесячной температуры этого периода. По словам экспертов, причиной этому стал сибирский антициклон, из-за которого снизилось до минимальной отметки количество осадков, а также южные потоки, вследствие которых стало теплее. Вот Казань. Видите светло? Это как раз сегодняшний солнечный день. Вот пока у нас антициклон. Это антициклон. Область высокого давления. Сибирский антициклон. Но затем все-таки подойдут к нам осадки, но не так много. В ближайшее время действительно осадков больших не предвидится, потому что мы находимся и под воздействием вот этого так называемого сибирского антициклона. И здесь тоже потоки так устроены, южные потоки. Поэтому у нас солнце. Сегодня солнце. И в некоторые дни это солнечные дни у нас тоже будут иметь место. Можно с уверенностью сказать, что хорошая погода будет радовать нас еще целую неделю. Однако прятать в далекий шкаф теплой куртки не советуем. По ранним прогнозам после 6 марта наблюдается похолодание. Роберт Хасанов, Александр Кузнецов, Универньюз. На этом все. В студии была Алина Красильникова. Сюжеты из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok